В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и сегодня еще до сих пор жизнь на Украине. Первым делом новые так называемые власти внесли скандальный законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял права национальных меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих сегодняшних политиков, кураторы сегодняшних властей сразу одернули инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и понимают, к чему приведут попытки построить этнически чистое украинское государство. Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно про запас. О самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо, расчет на короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры, приспешника Гитлера во время Второй мировой войны. Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет. Разговаривать не с кем. Многие его органы узурпированы самозванцами. При этом они ничего в стране не контролируют. А сами, хочу это подчеркнуть, часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков Майдана. Это не шутка, это реалии сегодняшней жизни. Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым. Русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились в Красиве с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, и в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательством. Прежде всего... Прежде всего, нужно было помочь создать условия для мирного, свободного волеизъявления, чтобы крамчане могли сами определить свою судьбу. Первый раз в истории. Однако, что же мы слышим сегодня от наших коллег из Западной Европы и Северной Америки? Нам говорят, что мы нарушаем нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право. И на том, спасибо, лучше поздно, чем никогда. Но и во-вторых, самое главное, что же мы якобы нарушаем. Да, президент Российской Федерации получил от Верхней Палаты Парламента право использовать вооруженные силы на Украине. Но этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. Вооруженные силы России не входили в Крым. Они там уже и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу группировку. Но при этом, хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, мы даже не превысили предельные штатные численности наших вооруженных сил в Крыму. А она предусмотрена в объеме 25 тысяч человек. В этом просто не было необходимости. Далее, объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на устав Организации Объединенных Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и сама Украина, хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое. Почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом? А крымчанам в нем отказывают? Почему? Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент. Прецедент, который наши западные партнеры создали сами, что называется, своими собственными руками. К ситуации абсолютно аналогичной крымской признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. Международный суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций согласился с этим. И в своем решении от 22 июля 2010 года отметил следующее. Привожу дословную цитату. Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности. И далее. Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости. Все, как говорится, предельно ясно. Я не люблю обращаться к цитатам, но все-таки не могу удержаться. Еще одна выдержка из еще одного официального документа. На этот раз это письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый Международный суд в связи с сослушаниями Покосова. Опять процитирую. «Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права». Конец цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему? Ведь действия крымчан... Действия крымчан четко вписываются в эту, собственно говоря, инструкцию. Почему-то то, что можно албанцам в Косово, а мы относимся к ним с уважением, запрещается русским, украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять возникает вопрос. Почему? От тех же Соединенных Штатов и Европы мы слышим, что Косово — это, мол, опять какой-то особый случай. В чем же, по мнению наших коллег, заключается его исключительность? Оказывается в том, что в ходе конфликтов в Косово было много человеческих жертв. Это что, юридический правовой аргумент, что ли? В решении международного суда по этому поводу вообще ничего не сказано. И потом это уже, знаете, это даже уже не двойные стандарты. Это какой-то удивительный, примитивный и прямолинейный цинизм. Нельзя же все так грубо подверстывать под свои интересы. Сегодня один и тот же предмет. Сегодня называть белым, а завтра черным. Получается, нужно доводить любой конфликт до человеческих жертв, что ли? Скажу прямо, если бы не снистила самооборона Крыма вовремя, не взяли ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть жертвы. И слава Богу, что этого не случилось. В Крыму не произошло... В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения. И не было человеческих жертв. Как вы думаете, почему? Ответ простой. Потому что против народа и его воли воевать трудно или практически невозможно. И в этой связи я хочу поблагодарить тех украинских военнослужащих, а это немалый контингент, 22 тысячи человек с полным вооружением. Я хочу поблагодарить тех военнослужащих Украины, которые не пошли на коровопролитие и не запятнали себя кровью. В этой связи, конечно, возникают другие мысли. Нам говорят о какой-то интервенции в Крыму российской. Об агрессии. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция происходила без одного единственного выстрела и без человеческих жертв. Уважаемые коллеги, в ситуации вокруг Украины, как в зеркале, отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий в мире. После исчезновения биполярной системы на планете не стало больше стабильности. Ключевые международные институты не укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные партнеры во главе с Соединёнными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность. В то, что им позволено решать судьбы мира. Что правы могут быть всегда, только они. Они действуют так, как им заблагорассудят. То тут, то там применяют силу против суверенных государств. Выстраивают коалиции по принципу, кто не с нами, тот против нас. Чтобы придать агрессии, видимость и законности, выбивают нужные резолюции международных организаций. А если по каким-то причинам этого не получают, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом. Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году. Трудно было в это поверить. Глазам своим не верю. Но в конце 20 века в одной из европейских столиц по Белграду в течение нескольких недель наносились ракетно-бомбовые удары. А затем последовала настоящая интервенция. Что разве была резолюция СБ ООН по этому вопросу? Разрешающие такие действия? Ничего подобного. А потом были и Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения резолюции СБ ООН по Ливии, когда вместо обеспечения бесполетной зоны, так называемой, тоже начались бомбежки. Была и целая череда управляемых цветных революций. Понятно, что люди в тех странах, где были эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив. Но эти чувства просто цинично использовались. Этим странам навязывались стандарты, которые никак не соответствовали ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. А в результате, вместо демократии и свободы, хаос, вспышки насилия, череда переворотов. Арабская весна сменилась арабской зимой. Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы продавить нужного кандидата на президентских выборах, придумали какой-то третий тур, который не был предусмотрен законом. Просто абсурд, издевательство над Конституцией. А сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащенную армию боевиков. Мы понимаем, что происходит. Понимаем, что эти действия были направлены и против Украины, и России, и против интеграции в евразийском пространстве. И это в то время, когда Россия искренне стремилась к диалогу с нашими коллегами на Западе. Мы постоянно предлагаем сотрудничество по всем ключевым вопросам. Хотим укреплять уровень доверия. Хотим, чтобы наши отношения были равными, открытыми и честными. Но мы не видели встречных шагов. Не видели их. Напротив, нас раз за разом обманывали. Принимали решения за нашей спиной. Ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток. С размещением военной инфраструктуры у наших границ нам все время одно и то же твердели. Но вас это не касается. Ну, легко сказать, не касается. Так было и с развертыванием систем противоракетной обороны. Несмотря на все наши опасения, машина идет, двигается. Так было с бесконечным затягиванием переговоров по визовым проблемам, с обещаниями честной конкуренции и свободного доступа на глобальные рынки. Нам сегодня угрожают санкции. Но мы и так живем в условиях ряда ограничений и весьма существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны. Например, еще в период холодной войны США, затем и другие страны запретили продавать в СССР большой перечень технологий и оборудования, составив так называемые Кокомовские списки. Сегодня они формально отменены, но только формально. На деле многие запреты по-прежнему действуют. Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол. За то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но все имеет свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Они же прекрасно знали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутье и чувство мира, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом всегда. Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики холодной войны и признать очевидную вещь. Россия самостоятельный, октябрь.